Несколько раз я пытался эмигрировать, еще в молодость. Был без работы, поехал на север, там думал заработать что-то, но попал в такой отстающий лесопункт. Сплошные простои были, даже на еду нельзя было, сидишь у костра, обвоза нет, я штабелевщиком работал, обвоза нет, леса и заработка нет. Я убежал, это был Онежский район и зима была. Я по реке, замерзшей реке Онеги, там летом не бывает, только на пароходиках ходят по Онеги. А зимой он замерзает и по льду уже машины начинают ходить. И вот по этой трассе я шел, шел там около 100 километров надо было до железнодорожной станции дойти. Ну да, зима уже вот расцветет и сразу же темнеет. Уже начало темнеть, долго шел, а потом меня нагнал самослав. Ну я напросился, и меня пустили в кузов. Ну а зима все-таки сезет, ну, градусов 20, наверное. В этом кузове, значит, самослава я проехал остаток. Не знаю сколько. По станции Вангуда называется. И еле слез уже с этого, с кузова. Ну, слез, ну, там, купил билет и вернулся сюда домой. А потом я был в Москве, опять-таки. Был на целине я был, да, два раза. Когда у нас боря урожая. По путевкам комсомола тогда добираю. Один раз я поехал в Казахстан, в Кустанайскую область. Работал помощником комбайнера. Вот. Ну, опять-таки, днем и ночью приходилось работать. И заработал 200 килограмм зерна. А потом опять-таки не везло. Я в Москве был, отчаялся. И решил эмигрировать. И направился в посольство, ну, конечно, Соединенных Штатов. Ну, я не знал, где это посольство. Я начал спрашивать. Ну, пока я спросил, там же киоски на вокзалах, вот эти, где эти справки дают. Там сказали, что у нас там нет сведений. Почему они раскрывали, я не понял. Потом по улице Воровского, я знал, что там несколько посольств. Как-то я был там. И прошелся, спрашиваю одного милиционера, там же охраняются эти посольства. Не знаю. А там недалеко. Второго спросил, тоже не знаю. После третий, либо был честный человек, или же плохо было, проинструктирован. Он сказал, что это там не секрет. Вон, да, пройдешь там еще 200 метров. И вышел я как раз к звездно-полосадному флагу. А там эти милиционеры охраняли. Я сказал, что хочу пройти в посольство. Ну, они не начали ничего, не стали расспрашивать. Вот сейчас, говорит, проверим документы, говорит, и пустим. И повели меня, там за углом у них свой вагончик был. Туда завели. Через какое-то время пришел человек в штатском. И начал расспрашивать. Как, что, зачем. Ну, я сказал, что вот не везет. Что я без работы. А у меня вот эти путевки еще были, эти капсомольские. И вот, говорю, был на этих, на Целине, там, туда-сюда. Вот. Ну, тоже оказался, ну, КГБшник, естественно. Он оказался тоже человек справедливый. И сказал, что ты, говорит, поезжай, говорит, мы позвоним туда, в ЦК комсомола Грузии. И говорит, тебе, говорит, там помогут. И даже дал деньги, у тебя, говорит, деньги есть, а в тот момент у меня не было. Ну, там-то были родственники, я мог к ним взять, но в тот момент у меня не было. И даже деньги дал на это, на ужин. Ну, я вернулся обратно. Но уже это у меня засело, вот. Надо было мне эмигрировать. И решил нелегальным путем. Я поехал пока в Крым. Ну, тогда легко было, там, где лета стоили копыки. Крым думал, найду какое-либо плавсредство и пересеку Чёрное море. Значит, там около 400 километров. Ну, в Крыму, в Ялте, значит, там взял кое-какоместу, кое-какоместа называется. Вот, сдают эти хозяйки. Там я взял и начал искать то, что мне надо было. Ну, купался, как все, купался вечером, выходил там, гулял, все такое. Ну, ничего такого. По вечерам там берег так охранялся, что Чёрт так здоровый, да, сел бы. И никаких плавсредств я не нашел. Потом сел на теплоход и приплыл в Батуми. В Батуми там встретил одного местного осетина, вон там общежитие было. И у него поселился. Потренировался там, туда-сюда, начал спрашивать, сколько километров до границы. И одни говорят 12 километров, кто-то говорит 18 километров. Короче, я так и не узнал, сколько. Ну, когда уже надо было закругляться, я либо уезжать, либо, значит, попытаться, значит, перейти границу, я выбрал последний. Сдал свой чемоданчик в камеру хранения и пошел. Уже темно было. Пошел, думаю, пойду вдоль берега моря и сколько можно будет. А потом заплыву и поплыву на юг. Ну, по одной дороге пошел, она уж уходила куда-то в сторону, вот сказать. Вернулся обратно. Там вот такой Приморский парк называется в Батуми. Туда повернулся, да, снял с себя эти самые, одежду снял, закопал в песок. Там кустарники, а по берегу время от времени проходят патрули. Патрули, ну, я под кустами был, они меня не видели. Зарыв, значит, эти, у меня эти документы положил в операционную перчатку и привязал к себе кояс. И когда эти прошли патрули, они вдоль кромки ходили все время, я так согнувшись пробежал к морю, заплыл метров на 200 и повернул на юг и начал плыть. А там каждые 2 километра вышкили с этими прожекторами, наверное, сейчас. Вот. И когда луч ко мне приближался, я, значит, пока нырял. А потом просто ложился на спину и нос выставлял, и луч уходил в сторону, а я плыл все время. Ну, сколько, я не знаю уже, сколько времени я плыл, но когда уже очередная вышка, уже третья, третью я прошел, приблизился, то, значит, силуэт вышки на берегу. Я плыву, 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 смотрю, вышка опять встала. Потом опять плыву, 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 смотрю, вышка опять встала. Думаю, черт, что ли, заколдованная. А начало уже светать. Там дальше уже патрульные катера ходят. Вот. Короче, я поплыл к берегу и выплыл прямо напротив этой вышки. Конечно, у меня видели, где запретная зона была. И пограничник спустился, и, значит, ну, он думал, что я местный, и просто вот перегонул. Здесь, говорит, запретная зона, говорит, надо, говорит, начальство. Короче, взял меня в плен. И повёрзг это к начальству. Ну, я ничего не сказал, что вот я хотел, говорю, переплыть в Турцию. Потому что, наверное, они дела здесь не идут. Вот решил. Ну, эти пограничники тоже, ну, не придирались, ничего. Они там оформили, что надо бы передали меня в КГБ. В КГБ, значит, я некоторое время просидел. Внутренняя тюрьма называется для этих политических. Там ещё один грузин сидел вместе со мной. Он тоже питался. А еще один грузин. Тюрьму.